Вечером, когда сидели в палатке, разносилась какая-то музыка, вот было слышно, что дискотека, и сейчас мы подъехали к этому месту. Я по картам смотрела, что здесь находится санаторий, и у него собственный пляж, вот они, корпуса. Там на территорию много чего, там написано даже, там, всякие спортивные площадки, бассейны, аквапарки, и видно все номера приезжие, ага, все регионы чужие, ну, вернее, не крымские машины стоят. Ну, популярное место. Здесь на палатках мы сидим. Да, и в палатках тоже вот люди. Да, мы едем, да. Торговля? Ничего себе тут. И вот проход к морю. Копченая рыбка. Вообще тут столько всего продают прямо для санаторных. Такое хорошее место. Оно в бару, и можно погулять. Ну, я думаю, территория санатория тоже вполне себе неплохо. А вот аквапарк, горка, там дети катаются. Вроде бы называется Азовский пансионат. Пансионат это правильно. Хорошее место. Да, ну, в таком вот местечке, да, находится. Корпусов видно, что много. О-о-о. В каких только местах не находится. Разное санаторие. Ну, здесь, да, здесь прям место классное. На берегу моря. На берегу моря. Здесь такое интересное место. Это у нас написано, называется канал, скорее всего, Азов-Окташ. Около села Азовское. Вот там находится, по-моему, водохранилище. Сейчас я даже по карте здесь смотрю. Наверное, Останинское водохранилище там, а море у нас Азовское там. Но вроде бы этот канал не связан с морем. Здесь у нас написано, что строго запрещены купания, ловля рыбы и креветки. Какой-то такой интересный канал. Что-то там мужики еще такое делают. Что-то разгребают лопатами. Земляные работы в канале запрещены. Непонятно. Ага. И коровы купаются. Так интересно коровы купаются. Ага. Они охлаждаются просто. От жары охлаждаются. За эти три дня, какие мы только места не увидели. Настолько интересно. Мишка. Мишка. Собаки у нас тоже исследуют. А в этом канале вода такая зеленая-зеленая. Прямо как будто перефотошоплено. Ну, может потому что она более-менее стоячая. Поэтому такой цвет. А там, видимо, открывают. Видишь, вон задвижки стоят. Четыре штуки. Это задвижки. И вода туда поступает, видимо. Вообще вот там водохранилище. А, туда, оттуда. Наоборот, оттуда. Остужается, да. Остужается. Остужается, да. Точно, охлажденное молоко будет. Заедем в село Азовское. Посмотрим, что это за такое место. Какое-то крайне маленькое, судя по карте. Пару улочек, наверное. Какое-то заброшенное здание. Какое-то... Что это за здание? Какие-то государственные, наверное. Азовская остановка. Да, все в таком запустении. Все здания заброшенные. Мало домов жилых, я смотрю. Мало. Вот, люди живность держат. Техника, сельхоз, ангары. Ну да, необычный вид у села, конечно. Но тут как будто на несколько хозяев дома такие вот. Что-то непонятно. Белье сушится, значит живут. Село вообще такое маленькое оказалось. Мы буквально проехали по одной улице и все, мы снова выехали на Грейдер. Но все равно интересно было, потому что такие дома какие-то полуразрушенные. Как будто там никто не живет. Но в парочке домов живут. Сейчас мы подъезжаем к городу Щелкино. Вроде бы это город, но он совсем небольшой. Мне кажется, может быть даже это какой-нибудь поселок городского типа. Вот там уже видны многоквартирные дома. И мы вот едем по такой вот дороге. Получается слева какие-то солончаки. Скорее всего, раньше здесь была даже вода. А вот справа уже там через метров 200 находится Азовское море. Он уже находится в другой бухте. Уже не Казантипский залив. Там будет вроде бы Русская бухта. И я надеюсь, что там не будет медуз. И где-нибудь там мы будем окунаться, поплаваем. В этом городе мы еще не были. Поэтому он для нас будет тоже нечто новым. Мы въезжаем в город. И нас пока встречают пятиэтажки. И я уже вижу, что Щелкино очень похоже на Керчь. Вот что-то такое обшарпанное. Здание, деревья, тротуары. Вот все очень такое похожее. Ну, мне кажется, крымские южные города маленькие. Они, в принципе, друг на друга похожи. Кстати, дома даже есть повыше. Не только пятиэтажки, да, и девять этажей. Вот здесь. на автостанция в самом центре а справа там уже центральный пляж у них видно все опять регионы стоят не крымские приезжают все купаться вдоль вухты люди останавливаются с палаткой пахнет морем прям здесь уже с дороги даже и вот на окраине щелкино мы проехали в место где находится ротонда я про нее читала в интернете что вот как раз открывается вид полностью на бухту музыка играет сразу видно что курорт вообще такие крутые бухты вы посмотрите здесь можно в маске плавать вау здесь виды вообще отличаются настолько здесь круто здесь такие мысы каменные вау и вода идеально прозрачная не мы здесь сегодня просто обязаны искупаться я думаю где-нибудь спуститься вниз и окунуться вау и КОНЕЦ КОНЕЦ У нас с собой маска, и здесь как раз такие места, можно будет плавать в маске. Не просто посмотрите, какого лазурного цвета, но почти Мальдивы. Чистая вода, красивая. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что, я покупалась, мне очень понравился здесь пляж, мне понравилось море. Оно красивого цвета, можно наблюдать за рыбками, которые прячутся между камушками. Здесь ещё много медуз. Да, это минус, но все они на глубине плавают, и можно подплыть, посмотреть за этой медузой. И вода тоже очень комфортная. И, в принципе, для городского пляжа здесь не настолько уж и много народу. Мы, например, подъехали как раз уже за окраиной города. Здесь все подъезжают на машинах, вот как и мы, оставляют и спускаются на пляжик, и отдыхают. Есть какие-то кафешки по берегу есть, там, если хотите, мороженое, напитки, всё это есть. И очень много всяких гостиниц. Малышу отпустили поплавать, люди идут по берегу, она выплывает с моря. Говорят, о, выдра плывёт. Записали тебя, малыша, в выдры уже. Ну да, она сырая, так может быть. Ты у нас как выдра смотришься. Выдра, говорит, плывёт. Выдрик. Низкая посадка, полный привод, высокая проходимость по всем местам. У малыши хорошая проходимость, да. Да, и по горам везде. Да. Проходимость хорошая у неё, да. И водоплавающая. Точно. Вездеход. Вездеход. Мишка вот не риткнула, боится людей. Мишка у нас немножко социофобка. Она, когда людей видит, она сразу убегает, прячется. Она у нас там под машиной в тени отдыхает. Не пошла на пляж. Малыша с нами хоть куда. Я думаю, что сюда мы ещё точно вернёмся, потому что бухта понравилась. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось наше путешествие. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки. И мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.